Народ, вы задавались когда-нибудь вопросом, вот чисто логически, на подумать сегодня, да? Задавались ли вы вопросом, вот Бог, Он вездесущий, да? Значит, Он где-то есть в нашем физическом теле. Вот Он там по этому телу, по этому телу, внутри есть, снаружи есть. Он же вездесущий, да? Если Он вездесущий, то Он должен быть везде. И наша душа, она находится в нашем теле. И она тоже в этом теле, она стабильна, если за пределами его тела, за пределами тела тоже есть. И она из себя представляет такую же световую субстанцию и чистую субстанцию сознания, как и Бог. По сути дела, это выделенная часть Бога. Вот почему выделенная часть Бога и вездесущий Бог не пересекаются? Почему нет поглощения? Что позволяет Душе быть отделенной от Бога? Ну, просто задумайтесь, задайте себе этот вопрос. Инфодайверы могут погружаться, его поисследовать. А мы всего лишь дадим одну подсказку. Дадим? Тогда, наверное, если подскажешь, то уже всё будет. Исследуйте, что такое любовь. Если Бог есть любовь и душа есть любовь, то что мешает быть любви настоящей? И где тогда это ненастоящее хранице? Что тогда разделяет Бога и душа? И каким образом это могло вообще прописаться в теле человека? Ведь душа в теле и Бог в теле. Каким образом произошла такая бешеная подмена, на которой сидит вся психотерапия, которая рассказывает про травму предательства и про её последствия? У нас есть предложение для инфодайверов и просто для обывателей промедитировать, помедитировать, погрузиться и найти ответ на вопрос «Так что же не даёт Богу принять в себя душу, а душа принять в себя Бога?» Ведь это же идентичные субстанции, и они обе одновременно находятся в теле. Интересный вопрос, да? Так где же разделение, господа? И исследовав тему любви, вам будет значительно проще это сделать. А те, кто прошли курс любовь, сейчас тащатся. Вы-то уже это знаете и умеете. Люблю вас.